Здравствуйте! Продолжаем решать задачи по электротехнике. В сегодняшнем видеоуроке будет расчет RLC-цепи. Она немного сложнее, чем те задачи с RLC-цепями, которые мы решали, а сложнее тем, что здесь не дана емкость конденсатора, также неизвестен ток, напряжение входное, дана схема цепи с последовательным включением RLC элементов, сопротивление резистора 20 Ом, индуктивность 0,08 Генри, частота сети 50 Гц, косинус Фин 0,8. Требуется определить емкость конденсатора. Подобные задачи часто встречаются на тестах по ТОИ, на интернет-тестировании и может даже встретиться на экзамене, поэтому научиться решать их нужно. Для начала запишем данное. Косинус Фин 0,8 Генри, сопротивление резистора 20 Гц, индуктивность 0,08 Генри, частота сети 50 Гц. Найти емкость конденсатора. Переходим к решению. Так как известна частота сети, мы можем найти угловую частоту, а затем реактивное сопротивление катушки. Итак, угловая частота. Омега равняется 2ПФ. Подставляем число 2 умножить на 3, 14 и умножить на 50. Это 314 радиам в секунду или секунда в минус первой степени. Теперь реактивное сопротивление катушки. Это произведение угловой частоты на индуктивность катушки. 314 на 0,08, 25 и 12 Ом. Далее. Цепь состоит из одного активного и двух реактивных элементов. Если говорить о полном реактивном сопротивлении цепи, то оно запишется как x равняется xl минус xc. Здесь общее реактивное неизвестно. Также сопротивление конденсатора известно только сопротивление катушки, которое мы сейчас нашли. Далее мы делаем следующее. Запишем, что косинус φ это 0,8. Значит угол φ мы можем найти, взяв арк косинус от 0,8. 36,8 градусов. Полное сопротивление данной цепи состоит из активной и реактивной составляющей. Активная составляющая это z умножить на косинус φ. А реактивная составляющая x это z умножить на синус φ. r равняется произведение полного сопротивления на косинус φ. r и косинус φ известны. Найдем z. Затем z подставим в формулу для реактивного сопротивления. Итак, z равняется r делить на косинус φ. Подставляем 20 на 0,8. Это 25 Ом. Тогда находим, что общая реактивная сопротивление данной цепи. Полное сопротивление на синус. То есть 25 умножить на синус φ. Где φ 36,8. Это будет 15 Ом. Теперь запишем еще раз выражение для реактивного сопротивления цепи. Это разность между индуктивным и емкостным сопротивлением. x и xl мы знаем. Отсюда найдем xc. xc равняется... Переносим влево, был с минусом, станет с плюсом. А x переносим вправо, станет с минусом. То есть xl минус x. Все это, конечно, можно не в виде формулы рассчитывать, а изобразив диаграмму, по ней все это найти. xl это 25,12 минус x,15. Получается 10,12 Ом. Это реактивное сопротивление конденсатора. Ну и теперь запишем формулу. Это единица делить на омега С. Отсюда нам нужно выразить емкость. То есть мы умножим на С и разделим на xc. Получается тогда емкость. Это 1 делить на омега умножить на xc. Подставляем числа. 1 делить на 314 и умножить на xc. 10,12 3,469 на 10 минус 4 фарад. Или запишем в микрофарадах. Это и будет емкость у конденсатора. В дальнейших видеоуроках порешаем какие-то аналогичные задачи, где неизвестна будет индуктивность, может быть какие-то другие величины. Если будут вопросы по сегодняшнему видеоуроку, пишите, постараюсь помочь. Спасибо за внимание.